МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире телеканала Милет, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ортопедическая кровать, шведская стенка, телефоны, планшеты и игрушки. Черноморские предприниматели сделали подарки для особенных детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывшему министру транспорта Крыма дали условный срок. Симферопольский суд приговорил Анатолия Цуркина к 3 годам условно- и денежному штрафу. По данным следствия, чиновник нанес ущерб почти в 3 миллиона рублей. По прямому приказу Цуркина, интересующие его грузы перевозили на переправе вне очереди. Кроме превышения должностных полномочий, экс-министра обвинили в растрате. Также следствие установило, что чиновник отремонтировал свой личный автомобиль по подложным документам. Крым перестанет быть дотационным регионом через 5 лет. Об этом заявил сегодня председатель Государственного совета Республики Владимир Константинов. Он отметил по росту валового продукта полуостров – один из самых быстро растущих регионов Российской Федерации. Кроме этого, сегодня Крымский парламент принял во втором чтении первый в истории трехлетний бюджет республики. В 2018 году больше всего денег будет направлено на развитие национальной экономики, образования, социальной политики, ЖКХ и здравоохранения. В следующем году на расходы запланировано 174 миллиарда рублей. При этом заработает регион на 2,5 миллиарда меньше. Чтобы покрыть этот дефицит, власти намерены продать три санатория – Дюльбер, Мисхор и Айпетри. Новые банкноты номиналом 2000 рублей поступили в Крым. Новые банкноты начало выдавать Крымское отделение Южного управления Банка России. Об этом сообщила пресс-служба отделения. Напомним, с октября в обращении находятся купюры номиналом 200 рублей. Первыми купюры поступили в города, символы которых изображены на банкнотах – это Севастополь и Владивосток, а также в Москву, Хабаровск и Симферополь. В пресс-службе пояснили, что введение в обращение любой купюры нового номинала требует настройки и адаптации банкоматов и кассового оборудования, что занимает некоторое время. Крымская зима – это не только снег с дождем, но и груды и грязи. По Симферополю стало добираться сложнее. Влажная погода заставляет людей надевать галоши. Ведь только так возможно перемещаться по некоторым улицам столицы. Подробности в сюжете Энвера Аблязиза. После того, как самый обычный житель улицы Уркуста в Симферополе выходит за пределы своего двора, он наблюдает вот такую вот картину. Это груды, грязи и полное бездорожье. И несмотря на то, что рядом строятся два объекта ФЦП – это школа и детский сад, и еще неподалеку находится мечеть, добраться до них крайне непросто. Жители частного сектора района Маршала Жукова последние 27 лет чуть ли не плавают около собственных домов. Добраться куда-либо – целое дело. Уже традиционно перед выходом они надевают галоши и только на остановке меняют их на туфли. Вот посмотрите, как можно здесь потом… Я только стою, а как идти? Наши дети ходят по таким улицам. Не только на Уркуста у нас. У нас все поле в таком плачевном состоянии нашей дороги. Терпение намели. Люди устали просить засыпать улицы щебнем. Теперь жители требуют асфальт. Полноценный, с бордюрами, точно как в зарубежном кино. С иронией говорят они. Требуем, мы требуем, чтобы у нас максимум дороги были асфальтированы, а не так, чтобы пришли засыпали и завтра они опять смылись. А был полный капитальный дорожный покрытие. Ксенову писали? Писали. Депутату? Мы с его… Катушеву с него не слазим, а результата нет, понимаете? Таких улиц без асфальта по Симферополю не одна сотня. И все нуждаются в ремонте. Многие из них находятся чуть ли не в центральной части города. Так, например, улица Скалистая в районе Бородинского кольца выделяется большим количеством пенсионеров, детей войны и ветеранов. Им без того передвигаться тяжело, а в грязевой жиже тем более. Вот приходится идти по нашей улице только в калошах или в резинных сапогах. И до центра вот доходим, потом приходится переобуваться. По нашему району, конечно, пройти, не пройти, не проехать. Когда идет дождь, реальные реки, бордюр, то есть если не имеешь там высоких резиновых сапог, то пройти невозможно. Уже без веры в чистое будущее граждане просят власти обратить на них внимание. В 21 веке их улицы напоминают Средневековье. А ведь пожить в чистой обуви тоже хотелось бы, шутят жители. В следующем году бюджет Республики Крым предусматривает 38,2 миллиарда рублей на развитие дорожного хозяйства. Хочется верить, что улицы, которым крайне необходим дорожный ремонт, все-таки удастся починить. Энвера Блядей, Саким Бекеров, телеканал Миллет. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка. Право на получение пособия имеет россияне, постоянно проживающие в стране. Помощь могут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января. Но есть условия, доход семьи не должен превышать прожиточного минимума более чем в полтора раза. В 2018 году помощь будет оказываться в размере 10 523 рублей. К 2020 году сумму планируют увеличить до 11 000 рублей. Выплату назначат на один год. По истечении этого срока нужно будет подать новое заявление. Национально-культурное и духовное возрождение народов Крыма. Такую тему сегодня обсуждали на совещании, в котором принял участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов. Глава республики отметил, что межнациональное согласие – это заслуга духовных лидеров. Именно благодаря им все вопросы можно урегулировать, не вызывая напряжения у людей разных национальностей. Хочу поблагодарить всех членов Межконфессионального совета, мир дар Божий, наших коллег, всех, кто занимается на сегодняшний день вопросами межнациональными, межконфессиональными в республике Крым. На самом деле, благодаря такому взаимодействию между духовными лидерами конфессии, между депутатским корпусом, мы в состоянии решить все вопросы, не вызывая это напряжение у людей разных национальностей. Слава Богу, у нас в этой части все в порядке. Избран новый замглавы администрации крымской столицы им стал Исмет Аблаев. В его планы входит курирование направления межнациональных отношений. Напомним, ранее Исмет Аблаев заведовал отделом планирования МЧС Республики Крым. Сегодня председатель Госкомнации Ленур Абдураманов провел прием граждан. Принял более 20 обращений различного характера. Крымчан волнует проблемы дорог, пенсионных выплат, оформление правоустанавливающих документов на земельный участок и жилых помещений. Кроме этого, люди обращались с вопросами, касающиеся развития сел и мест компактного проживания крымских татар. По всем вопросам даны разъяснения. А проблемы, требующие детального рассмотрения, будут решены в ближайшее время. Сегодня в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия вспоминали трагедии времен Великой Отечественной войны. В эти годы нацистами жестоко сжигались крымские деревни. Подробности в сюжете о Софье Шукуровой. С просмотра документального фильма о трагедии в деревне Улусала началось памятное мероприятие. В период с 1941 по 1945 год в Крыму было сожжено 127 деревень. Из них 105 были крымско-татарскими. Фашисты такой расправы боролись с теми, кто оказывал содействие партизанам. Во время войны было сожжено 127 деревень, какие были частично уничтожены, другие были полностью стерты с карты, погибло много людей. Наша задача – вспоминать эти события и доводить до сведения молодому поколению. В память о сожженных деревнях, собравшиеся в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия, почтили память и прочитали молитву. Общественная организация «Инициатива» во главе с Камилем Аметовым проводит большую работу. Совместно с историком Владимиром Поляковым они издали справочник. Там, основываясь на архивные данные, был опубликован список сожженных сел Крыма. Дальнейшая наша работа такова, чтобы органы государственной власти это приняли за основу и направили соответствующие документы, чтобы такие же мероприятия проводили по районам. Памятные мероприятия, посвященные сожженным деревням Крыма, проводятся ежегодно. Глава организации Камилем Аметов посещает учебные заведения с целью увековечить память жертв тех страшных событий и донести до молодого поколения историю Крымского полуострова. София Шукурова, Рамазан Илевапов, телеканал «Миллет». В канун праздников «Дом дружбы народов» подготовил для детей новогоднее театрализованное представление «Елка дружбы». Ведь именно этот праздник дети ждут больше всего. Окунуться в новогоднюю сказку пригласили самых маленьких крымчан. Наши дети не будут просто пассивными участниками. Они будут активно вместе с Снегурочкой, Дедом Морозом и Матушкой Природой играть, танцевать, петь и развлекаться. И я так думаю, что они сегодня почувствуют уже приближение Нового года. Новогодние сказки, загадки, волшебство. И, конечно, встреча с главными гостями торжества. Дед Мороз и Снегурочка на протяжении часа развлекали малышей, а дети были активными участниками. Они играли, танцевали и пели вместе с Дедом Морозом. А после все вместе зажгли огни на новогодней елке. Что-то необычного ты сегодня видела? Деда Мороза. Что? А какой он? Дед Мороз вообще был классный. Все было классно. Я пришел на елку, смотрел Дед Мороз, я окунулась в сказку. Мне очень понравилось танец снежинок. Пришел сегодня Дед Мороз и Снегурочка. Мне понравилось, когда пришел Дед Мороз, и мы начали сказку. Благотворительная акция «Милосердие» прошла в Черноморском районе. В преддверии Нового года 10 черноморских предпринимателей превратились в добрых волшебников. Они приобрели подарки для 10 детей с ограниченными физическими возможностями. Ортопедическая кровать, шведская стенка, телефоны, планшеты и игрушки – все это приготовили черноморские предприниматели для особенных детей, которые так нуждаются во внимании. Наши предприниматели, они действительно не черствы душой. Они продолжают то начатое социальное добро, которое требует наше общество. Давайте не будем забывать о том, что чужих детей не бывает. Есть дети наши, и мы несем за них ответственность. В зале администрации сюрпризы не завершились. В районном Доме культуры детей ожидало театрализованное представление. В завершении спектакля все присутствующие получили сладкие подарки и плюшевые игрушки. Концерт, подарки и множество сюрпризов сегодня в Симферополе наградили участников четвертой ежегодной премии общественного признания «Преград нет». Это премия для детей и подростков с особыми потребностями. В этом году лауреатами стали 32 человека. Проводится под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова. Подробнее об этом в сюжете расскажет Айша Шулакова. Более 500 детей и подростков в сопровождении родителей и волонтеров. Зал театра переполнен. Бурные овации после каждого выступления. «Преград нет» – это не просто название премии, а девиз «Ребят с ограниченными возможностями». Более 160 анкет. Выбор сложный, ведь каждый талантлив по-своему. Повезло лишь 32 участникам. Среди них и сакчанин Талят Мехмед. Его 24 года разбирается в музыке и в компьютерных играх. – Рад сегодня получить такую награду? – Да. – Еще будешь участвовать? – Да. – Он очень добросовестный, очень активный, жизнерадостный ребенок. Для нас музыка – это неотъемлемая часть нашей жизни семейной. У нас папа – музыкант. И вот с этим, наверное, ребенок и вошел в такую жизнь музыкальную, активную. Компьютер обожает. Для 13-летнего Кирилла Осипова это не первая награда. Его прозаические рассказы занимают призовые места и в других конкурсах. Полученный кубок считает толчком для дальнейшего творческого развития. – Очень было все красиво. Атмосферно очень. – Преград нет – это выявление и поддержка одаренных детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, которые смогли достичь определенных высот в творчестве, спорте, интеллектуальной и других сферах жизни. Лауреатов награждал лично глава Крыма Сергей Аксенов. Говорит, что участие таких детей в конкурсе показывает их нужность и востребованность. – В данном случае мы хотим, чтобы пример этих ребят послужил для остальных детей с такими же проблемами. И для молодых людей не только… Ну, несчастье в каждый дом может прийти. Просто надо помнить, что надо не опускать руки, бороться до конца за себя. И у каждого в жизни есть возможность все равно так или иначе улучшить качество своей жизни. Других участников также наградили ценными подарками. Не обидели и матерей детей с особенными потребностями. Им также вручили подарки. Ведь именно они поверили в то, что преград нет и помогают поверить в это своим детям. – Ничего не бойтесь. Не бойтесь. Ставьте перед собой цель и идите. Вот верьте в себя, верьте в успех, верьте в победу. И мечты сбываются, поверьте. 11-летний Иван Стагниенко не видит, но это не мешает ему играть на музыкальных инструментах. Сегодня вместе с мамой был отмечен наградами. – С трех лет мы начали замечать, что он нас интересуется музыкой. Пока купили ему музыкальный инструмент, он у нас играет, сочиняет музыку и поет. Ему это очень нравится, мы рады. – А я сочинила услышанную песню. – Сочиняет песню сам. – Да, в школе учится, сочиняет песню, выступает по возможности. Соискателями премии стали талантливые дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. От 10 до 25 лет из разных регионов полуострова. Айша Шулакова, Ирвина Миралиев, телеканал «Миллет». В Симферополе построили новогоднюю елку из легковых автомобилей. Крымская госавтоинспекция совместно с одной из автошкол в Симферополе провели акцию «Будь в свете безопасности» и «Пристегнись, Россия». Крымчанам рассказали о необходимости использовать в одежде светоотражающие элементы для пешеходов. Также говорили о необходимости детских удерживающих устройств. Акция завершилась выстраиванием автоелки из машин, которую пристегнул живой ремень безопасности. Подарки для самых близких. В центре Симферополя открылась ярмарка. Представлено там практически все, что необходимо для Нового года. От елочных игрушек до сладостей. Султанеси Такаева посетила ярмарку и уже готова подробнее о ней рассказать. Настал период новогодних праздников, ярких подарков и шумных ярмарок. А чтобы попасть в рождественскую ярмарку, не обязательно отправляться в путешествие. Достаточно просто приехать в центр города. Здесь на прилавках под открытым небом представлены сувениры ручной работы, игрушки, традиционные угощения и восточные сладости. Особое внимание привлекают отборные сорта чая. Продавец признается, в ее торговом домике только чистая экологическая продукция с полезными свойствами. Айва персик головной боль снимает. Таежный сбор иммунитет поднимает, настроение поднимает и иммунитет повышает. Икра из Камчатки, подходите, берем. От красной натуральной икры до теплых меховых изделий. Благодаря такому разнообразному ассортименту эта ярмарка собирает толпы горожан. Продавец Валентина подчеркнула, козьи пуховые платки очень привлекают покупателей. Я считаю, что вот это заслуживает особенного внимания. Вещь, которая служит долгие годы, эта вещь вяжется в течение полумесяца. Жители города активно готовятся к празднику. Отмечают, в этом году потратились на подарки больше, чем в прошлом. А ярмарка – единственное место, где можно немножко сэкономить. Здесь цены на товар на 15-20% ниже рыночных. Единственное, что не могут приобрести симферопольцы – это живые елки. Елочные базары в городе появятся только после 25 декабря. Ярмарка же работает ежедневно до 8 часов вечера, а продлится она до 8 января. А мы напоминаем, что прием граждан заместителями председателя Совета министров для жителей Нижнегорского состоится 26 декабря с 9 до 16.00. На этом наш выпуск подошел к концу. Сразу после новостей не пропустите погоду. О ней расскажет нам Сусанна Рефеева. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова